Заветное «поехали» на дорогах к морю говорить еще рано. Но уже сегодня видно – поток машин на Джубгинской трассе начал двигаться. Набрать 90 км в час здесь еще не получится. Однако уже ставший знаменитым участок пути от села Молдавановка до села Дифановка стал почти в два раза быстрее. Автотуристов это, конечно, ничуть не успокаивает. Последние десятки километров, которые они вынуждены проезжать за полтора-два часа, становятся для них чуть ли не самыми долгими. Очень устали. Тяжело. Часа полтора, наверное. Километра 5-7. Печально, обидно за страну, что здесь столько наших денег вложено. Мы едем отдыхать и попадаем вот в это. Скорость автомобильного потока увеличилась за счет патрулей ДПС. Их по поручению губернатора на дорогах края стало в разы больше. Но это была вынужденная мера, рассказывает Вениамин Кондратьев, председателю Автодора. Федеральный чиновник по просьбе губернатора специально прибыл в Краснодарский край, чтобы лично оценить обстановку. Сергей Кельбах у глава региона показывает ситуацию на трассах сначала с воздуха. Осматривает основной магистраль побережья в Туапсинском районе и альтернативный путь через Шеломянский перевал. Затем проблемную дорогу объезжает уже на машине. Здесь ведется ремонт. Хоть и движению ничуть не мешает, но за ограждениями не видно никаких работ. С чем столкуются люди? Они видят вот эти бордюры, много бордюров, сплошные бордюры, а работы, которые ведутся, они не видят. Поэтому, конечно, они говорят, вот нагородили, позагородили. В целом это у них вызывает вот это раздражение. И второй момент, насколько можно выйти из курортного сезона. Неужели в теплом, благоприятном, с точки зрения погодных условий регионе нельзя строить это, допустим, осенью, весной. Но у нас, как правило, пик активности строительных работ на дороге выпадает именно на курортный сезон, когда и жители края, и гости идут на море. Мы пересмотрели свои подходы. Целый ряд работ мы не начали специально. И начнем их с октября месяца. То есть мы полностью сейчас пересмотрели подход. Я думаю, что мы в ближайшее время обязательно представим вам, по окончанию вот этого сезона, представим вам, для того, чтобы, ну, во-первых, одобрение получить. И у вас, у администрации края была четкая, понятная картина, что будет происходить, к чему готовиться. Освободить от рабочей техники самый проблемный участок трассы Краснодар-Джубка планируют уже этой осенью. К этому сроку здесь завершат все ремонтные работы, заверил глава автодора Вениамина Кондратьева. Я хотел бы, чтобы мы сегодня максимально экстеррируем внимание на сроках. И, как в прошлый раз, то есть понимали, когда мы завершим полностью весь цикл дорожных работ на промежутке Краснодар-Джубка. И я понимаю, что в этот сезон мы находимся в разгаре, по большому счету, строительных работ на определенных участках. Но очень надеюсь, очень верю, что к следующему сезону мы однозначно уйдем от этих проблем и никаких строительных работ на участке Краснодар-Джубка. Вестись не будет. Мы в октябре месяце будем готовы сдать Джубкинскую развязку. Мы внимательно оценили состояние строительства объекта, свои возможности. И сейчас можно с уверенностью сказать, мы готовы будем сдавать. Это очень серьезно развяжет весь этот транспортный узел, поворот Сочи-Новороссийск. Сергей Иванович, я думаю, что вас на слою ловить не приходится, потому что все, что вы говорили, еще раз подчеркну на... Очень старался. В прошлом промежутке, да, мы это сделали, поэтому мы видим, что в конце октября мы вместе все перережем ленточку вот этого сегодняшнего, сегодняшнего, я верю, проблемного промежутка Краснодар-Джубка. И на самом деле эта проблема уйдет, уйдет вместе с этим годом. Полностью же реконструкцию трассы М4 Дон Краснодар-Джубка закончит до начала следующего курортного сезона, обещает Сергей Кельбах. Однако с каждым годом количество автотуристов увеличивается и проблемной может стать любая магистраль, ведущая на побережье, замечает Вениамин Кондратьев. Губернатор Кубани предлагает работать на перспективу и создать новую транспортную схему региона. Конечно, нам нужна новая транспортная логистика. А естественно, значит, раз нужна новая транспортная логистика, нам нужны новые дороги. Надо продумывать и понимать, что нужны и альтернативные дороги. И сегодня мы вам хотим предложить строительство дороги Майкопа-Туапсе. Она будет как и дублером, как и альтернативной дорогой. И сегодня автопоток автотуристов говорит о том, что сегодня мы должны просто обеспечить возможность жителям нашей страны приехать на наши курорты. Курорты Чеснодарского побережья. Дальнейшее развитие курортов Коснодарского края без развития дорожной инфраструктуры невозможно. Это сегодня жизненная необходимость. Этот проект, по мнению Вениамина Кондратьева, позволит разрешить проблему не только с пробками в регионе, но и со скоростным режимом. А значит сделать дороги и для жителей, и для гостей Кубани комфортными.